Главная задача это найти механизм координации сторонников. Огромное количество людей, тысяча людей обращается с вопросом, как тебе помочь, как сделать то же самое, что делаешь ты. Координировать, администрировать усилия этих людей крайне сложно. Они эксперты, они либо не эксперты вовсе, либо эксперты в совершенно разных областях. Каждый может внести какой-то свой вклад, но на вопрос, чем я тебе могу помочь прямо сейчас, ответ – ничем. Ты не юрист, ты не специалист в рынке ценных бумаг. Сделать вроде бы ты мне не можешь ничего, только распространить информацию. Но мы должны выстроить такую систему, я вижу свою задачу в том, чтобы выстроить систему, при которой каждый, во-первых, мог бы внести свой вклад, во-вторых, система была бы децентрализованной и не зависела от конкретного человека. И не зависела от меня в том числе, потому что меня, как у любого человека, можно запугать, подкупить, устранить и так далее. И это не должно привести к тому, что вся эта деятельность остановится. Она, безо всякого сомнения, является заведомо ненезависимой. Однако было бы ошибочно рассматривать систему как некий монолит. Никакого монолита власти нет. Нету никакого пресловутого преступного путинского режима в виде людей, которые выполняют одну какую-то задачу. Это на самом деле просто, это даже не одна большая криминальная группировка, а это такое сообщество различных жуликов, которые бесконечно борются друг с другом, различные интересы отстаивают, различные интересы продвигают. То же самое происходит и в судах. А различные корпорации подкупают этих судей, влияют на судей в свою пользу. Поэтому, несмотря на то, что да, если непосредственно Путин прикажет судье, чтобы Навальный не выиграл в этом суде, я в нем никогда не выиграю. И любого «Газпрому» или «Роснефти» хватит административного ресурса, чтобы влиять. Но поскольку в каждой системе занимается тем, что пытается заработать денег, властный сигнал не всегда проходит. И система эта – это грандиозный криминальный бардак и бессмыслица. Системы никакой нет. Есть такой вот коррупционный хаос. В этом коррупционном хаосе система, вот эта вот хаотичная, она просто делает ошибки. Именно поэтому мы регулярно выигрываем. Президиум арбитражного суда вынес решение в нашу пользу относительно в целом прав акционера на получение информации. Конституционный суд принял решение в нашу пользу и так далее, и так далее. Кроме того, многие дела являются очевидно политическими. И когда суды принимают неправосудные решения против нас, это приводит вообще в целом к большому скандалу, который власти не нужен. Каждый год в системе государственного заказа распределяется примерно 5,5 триллионов рублей, из которых, по словам Медведева, воруется 1 триллион. То есть это колоссальное количество случаев, там тысячи и десятки тысяч. Колоссальное количество акционов и конкурсов и так далее. Людей, которые задействованы в этом, не то что людей, которые воруют, а людей, которые задействованы в системе обеспечения воровства, их тоже десятки тысяч. И далеко не все из этих людей, и подавляющее большинство из этих людей, они никаких денег от этой коррупции не имеют. Поэтому они склонны жаловаться. Кроме того, коррупция стала настолько таким очевидным и привычным явлением, что ее особо не стесняются. И проведение аукционов с заведомо известным результатом – это не редкость абсолютнейшая. Поэтому вот тех фактов, в которых сейчас любой человек может сесть, потратив один час в системе госзакупок, этих фактов хватит для обеспечения нашей деятельности на месяц вперед. Нужно понимать, что все-таки в масштабах проблемы наша деятельность, она очень небольшая, очень ограничена. И того очевидных фактов коррупции, которые может найти любой, уже хватает для нашей работы. Если мы пойдем глубже и будем искать инсайдеров, мы их безо всякого сомнения не найдем, и они обращаются в большом количестве. Но даже и инсайдеры не нужны в системе, где вся коррупция происходит просто на поверхности. Власть не может не говорить на уровне риторики, не может не осуждать, потому что ее слишком много, она слишком очевидна. Это первое. Второе. Но она не может с ней реально бороться. И коррупция такая живучая, потому что это и есть основа власти. Медведев и Путин существуют, поскольку существует коррупция. Потому что именно коррупция является базовой идеей и базовой точкой элитного консенсуса, который заключается в том, что все начальники внизу делегируют свои политические права наверх. И все начальники вверху делегируют экономические права вниз. Как это выглядит на практике? Любой губернатор, начальник района и так далее, у него есть две ответственности. Чтобы на его территории не было каких-то протестных митингов, и чтобы на его территории за Единую Россию голосовало 65%. А за Путина голосовал там сколько-то. В обмен на это он может обогащаться сколько угодно. Если он это делает достаточно, не делает совсем явно и делает умно, то он может не опасаться никакого уголовного преследования. Вот это и есть базовый консенсус. Для чего мэру какого-нибудь городка в Рязанской области фальсифицировать выборы и рисковать чем-то, если взамен он не получает себе что-то? Сейчас он получает возможность, когда ему выделяют деньги на какого-нибудь ЖКХ, 10 миллионов рублей, он получает возможность украсть из них 1 миллион. Именно для этого он фальсифицирует выборы, чтобы сохранить эту систему. Поэтому коррупция это и есть вертикаль власти. И она живуча, потому что вот если завтра коррупции не будет, то не будет никакого Путина и Медведева. То есть они будут, но никаких заоблачных рейтингов конституционного большинства в Думе и людей, у которых везде висят портреты, ничего этого не будет, потому что а какой смысл в этом? Я могу привести пример. Когда я работал в партии «Яблоко» в 2003 году, когда уже все было понятно с Путиным, кто такой Путин, как он управляет, мы собирали подписи за либеральную партию «Яблоко». И люди, которые, сборщики подписей, ходили в подъезды, если бы ты в какой-то квартире начинал критиковать Путина, то перед тобой захлопывали дверь и подписи тебе никакой не давали. Сейчас, начиная с 2007 года, критика Путина, ее внимательно выслушивают. Когда-то с симпатией, когда-то без симпатии, но как минимум ее выслушивают и готовы воспринимать. Почему? Потому что для этого есть абсолютно реальные основания. С 1999 года до 2003 года Путин при всех его минусах, безо всякого сомнения, сделал что-то полезное, реализовал часть этой знаменитой программы Грефа и так далее. Это было бы глупо отрицать. Но с 2003 года по сегодняшний момент власть абсолютно переродилась. И ничего полезного ни для кого она не несет. Все ранее сказанные байки относительно того, что наведен порядок на Кавказе, будет реформа милиции, будет реформа армии и так далее. Ничего этого не случилось. И с 2003 по 2011 год мы видим только нарастающую коррупцию, только воровство. На фоне того, что Россия получает колоссальные и немыслимые деньги от экспорта нефти. Поэтому совершенно объективные причины служат тому, что растет недовольство. И здесь есть еще косвенные причины. В первую очередь это распространение интернета. Проникновение интернета сейчас 30%. Вроде бы это не так много. Людей, которые каждый день получают новость из интернета, может быть 20%. Но эти 20% это политически активный класс. Это жители больших городов. Это те люди, которые являются драйвером для политических перемен. Эти люди решают все. И эти люди могут получать сейчас информацию вполне независимо от телевидения. Вот с одной стороны, уже недееспособность власти, которая подтверждена годами, с другой стороны, альтернативные источники информации, приводят к тому, что власть будет иметь очень большие проблемы, и эти проблемы будут нарастать. Продолжение следует...